Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Вгляд с небесный». Подписывайтесь на канал, подпишись, нажмите, поставьте колокольчик также нажмите, и распространите это видео. Недавно был в гостях у одного брата, епископа, и он много рассказывал о том, чем они занимаются, разную работу показывал. Знаете, а вот у меня за 21 год в судах, напомню, что только за 2020 год я был в судах более, да нет, не более, ровно 28 судебных заседаний. У нас было в судах разные инстанции, вплоть до Верховного суда, в разных судах. И вот он мне показывает и рассказывает разные, что мы делаем. Показал детский лагерь. Я говорю, о, слушай, почти все церкви, вот нам говорят, свобода, свобода, но отрубили уже все свободы. Мы даже детский лагерь провести не можем, потому что там такой список, что ты должен, что большинство церквей сегодня отказываются от проведения лагерей, от проведения всяких выездов, походов и всего остального. И он так рассказывает, вот регистрация. Я смотрю, там сидят девчонки какие-то лет по 14, по 15. И я понимаю, что мы вышли вместе с ним из Советского Союза, из нашей школы, даже из наших детских садов, потому что трудовое воспитание, это прививалось нам с детства. Мы убирали свои площадки, мы подметали. В детских садах даже нам давали какую-то меру ответственности. В школе мы мыли класс свой, мы убирали доски, приходили домой такие за... В милу были у нас здесь рукава, потому что мы чистили эти доски, надо было к следующему дню подготовить. Мы дежурили в классе по расписанию. И потом это все убрали. Прокуратура запретила использовать детский труд. И вот мне этот дорогой брат показывает, и я говорю, слушай, а ты не боишься, он говорит, что боятся, что тебя привлекут к уголовной ответственности за использование детского труда. Вот так это можно интерпретировать, если захотеть. Прокуратура заметит твои вот эти вот новшества, что у тебя дети сидят просто на регистрации, ставят там крестик, назовите фамилию там, и все, и выдают бэджик даже за все, что угодно. Мы в свое время, наша церковь, мы более 15 лет, особенно в 90-х, и вот до середины 2000-х мы кормили голодных на улице. Но мы делали это, вот как-то Господь подсказал нам, мы заключали договор с училищем, они нам готовили. Вот подумайте сегодня, у нас, кстати, есть одна религиозная группа, которая продолжает кормить, и я тоже задаю им вопрос, я говорю, а как вы? У вас есть медицинские книжки, у вас есть разрешение, вам кто-то готовит сертифицированный, ну не дай бог кто-то отравится там. Я тогда говорил лидеру этой религиозной группы, что, ну к тебе же привлекут, ты понимаешь это. И он испугался, он говорит, да я не я, это общественная организация и все остальное. Но я говорю, все же знают, что это вы, вы же раздаете, приглашаете к себе там на богослужение своей религиозной группы. И у вас нет ни документов, у вас нет ни сертификации, у вас нет ничего. Вы поймите, мы живем в такое время, где привлечь не просто к административной, но к уголовной ответственности могут за все, что угодно. И здесь нам нужна мудрость. Некоторые говорят, вот проповедуйте. А как проповедовать, когда почти все уже под запретом? Когда все под запретом? Мне кажется, что нам вот определили, нас загнали в наше, в такое маленькое христианское или религиозное гетто. Вот последнее, что нам дали, это заниматься еще бомжами и наркоманами, революционные центры. И те начали сейчас закрывать, начали сажать ребят, уже несколько человек сидит в тюрьмах за то, что занимались реабилитацией. Вы знаете, это было в Москве и в других регионах. Много всего происходит. Где-то против, в Кемерово сожгли вообще революционный центр, ребята еле выскочили. А так бы тоже обвинили. Сказали, люди погибли, значит, виноват кто? Виноват руководитель, там пастор. Хотя в том случае пастор вообще самое далекое отношение имел к этому. Но, Бог милости, все ребята выжили. Вот в такие непростые времена мы живем. И нам, конечно, нужна мудрость и юридическая грамотность. Против чего многие сегодня выступают и говорят, да нет. А что тогда вообще можно делать? Что мы можем делать? Если даже простое, элементарное, говорят, даже в школах запретили, и директора школ боятся что-то поручать детям. Потому что так же боятся, что прокуратура привлечет их к уголовной ответственности за использование детского труда. Ничего, мы с вами выросли. Трудились. Летом ездили в ЛТО, летний трудовой отряды, лагеря были, нас возили. Мы работали, пололи что-то. Каждый сентябрь, октябрь, когда мы приходили в школу, я вот вспоминаю, мы всегда ездили на яблоки, на рябину, потом на морковку, на свеклу, на картошку. У нас было, прям автобусами от завода нас возили. Вспомните, вспомните свои времена. Не расклеились, не умерли мы ни от чего. Никто наших прав не нарушал, никто наши права тогда не защищал. Но мы выросли крепкие, сильные, хорошие. Благослови вас, Господь. Благослови, Господь, ваших детей. Приучайте их к труду. И дай Бог вам мудрости. С вами я, епископ Альберт Раткин. И наш канал «Взгляд с небесной». Небесный взгляд для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok